День с толком 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 Окна деформированы Одна такая Не одна Весь верхний этаж Дома пострадал От капремонта крыши Которые начали В конце октября Перед похолоданием Хотелось бы Чтобы Наверное Как-то возместили Мне вот этот Весь ущерб Во-первых Это не забелится Это надо Все снимать Весь набел Там Или еще что-то Плитку Вот эту Все полностью снимать Придется нам Все это заново делать А плесень Вы сами знаете Что она Никуда не денется Ремонт крыши Дом по улице Гагарина 23 Ждал несколько лет Добились его Через суд Но теперь Говорят собственники Капитальный ремонт Требуется во всех Квартирах второго этажа А их всего 8 Материальный вред Людям нанесен Они вправе рассчитывать На компенсацию Соответствующую Ущерба Вопрос в том Кто будет компенсировать И в каком порядке Стоит людям Написать претензию В адрес Подрядной организации Которая выполняла Работу И администрации Которая была Обязана Произвести эти работы Со стороны подрядчика ЖЭУ И администрации Пока тишина Говорят собственники Мы хотели получить Комментарий администрации Новоалтайска Но председателя Не было на месте А заместитель Не пошла с нами На контакт У нас есть председатель Комитета Которому есть полномочия Давать все пояснения То есть вы не можете Ответить ни на какой вопрос Я ответить могу Но как бы знаете Но есть председатель И я же не могу Через голову прыгать Но ранее Тамара Удовиченко Была более сговорчивая И дала комментарии коллегам С ее слов Компенсация Жителям будет Мы там были Вызывали технадзор И подряд Организацию Сейчас все вопросы С данным домом Решаются А ущерб Возместит подрядчик Нанятый на аукционе Подрядчик Предложил за свои услуги Самую низкую цену Дешевые Некачественные работы Обойдутся ему Намного дороже Фактически Теперь он чинит Крышу за бесценок Работы должны Завершиться 8 декабря После этого Собственникам Должны выплатить Компенсации Но когда именно Они получат деньги Никто не говорит Полина Жданова Алексей Фризин Николай Шелко День с толком Древнейшую в мире Фигурку пещерного льва Обнаружили археологи В Денисовой пещере По их оценкам Возраст находки Около 45 тысяч лет Обнаружили льва Специалисты Новосибирского института Археологии и этнографии Соран Во время сезона раскопок Но результаты Обнародовали только сейчас Маленькая 40 миллиметров В длину фигурка Сделана из кости мамонта Она изображает По мнению ученых Вымершего пещерного льва Специалисты говорят Что неизвестный мастер Изобразил кошачье Когда оно затаилось И вынюхивает добычу Кто точно является ее автором Археологи Сказать затруднились Но с большой долей вероятности Это так называемый Денисовец Особый вид предка человека Живший на Алтае Во времена Палеолита Это животное Представляло собой Вершину пирамиды хищников Которые обитали в то время В районе Денисовой пещеры Не только на Алтае Но и во всем мире Оно было на особом счету Поэтому обращение К нему древнего человека Было не случайно А имеет огромное Символическое значение Напомним Денисова пещера За десятилетия раскопок Подарила ученым Множество уникальных находок Это к примеру Останки ранее неизвестного Вида предка человека Названного Денисовцем А также старейшая В мире Швейна игла Ей, как и фигурки льва Около 45-50 тысяч лет Более полутора тысяч книг За месяц собрали жители Барнаула В рамках культурно-просветительского проекта Кому их подарят Узнавала Анна Ирбис Тут сейчас вручу небольшие Такие пакетики с книжками Но это не все Почти тысячу книжек Увезут в дом-интернат Для ветеранов войны и инвалидов А также в исправительную колонию По 60 достанется Каждому детскому дому Барнаула А акцию организовали впервые Собрать удалось не только Произведения русских классиков Горожане приносили И литературу алтайских авторов Например, Лидия Калашникова Подарила свои сказки и притчи Писать она начала еще в 15 лет Но свою первую книгу Издала за свой счет Только когда стала бабушкой Ну а потом годы Когда начинают поджимать И начинаешь думать Что же я вот эти вот черновики рукописные Оставлю своим потомкам А у меня все-таки двое детей Пятеро внуков Трое пока правнуков Рассказывать, что лучшие сюжеты Приходят на ум случайно Поэтому всегда под рукой ручка и листок Только после редактируют на компьютере Лидия через свои произведения Говорит с детьми на самые разные темы У нее есть сказки и с научной тематикой И про любовь Объединяют их фантастические герои И добрый финал В жизни есть чудо Чудо зависит во многом от нас И сказка помогает в этом Я с детьми разговариваю Как со взрослыми стараюсь И я их воспринимаю Я их уважаю И я считаю, что они очень много могут понять И мы иногда недооцениваем Тю-тюськаемся с ними А они гораздо больше понимают Чем мы думаем Поэтому на разные темы 12-летний Алексей оказался среди тех Кто одним из первых сможет прочитать книги Подаренные барнаульцами Читать он любит Даже на Новый год Деда Мороза попросил не компьютерную игру А книгу Если, допустим, ребенок не будет читать книгу То он не будет развиваться Надо стремиться Надо же что-то, усилия какие-то прилагать А вот, допустим, человек хочет стать бизнесменом А потом не будет никак стремиться А потом 20 лет наступит А он где-нибудь там на погребах сидит Алексей сидеть на погребах не планирует В будущем хочет стать программистом И считает, что чтение поможет ему в профессии А тем временем организаторы акции надеются Что их проект станет ежегодным И в следующем году удастся обновить библиотеки В детских домах районов края Анна Ирбис, Николай Шелко День с толком Самую холодную ночь ноября Возможно, пережили сегодня жители Алтайского края По данным Алтайского гидроминцентра Температура воздуха опустилась Ниже 33 градусов Цельсия В районе Волчихи до минус 36 В дальнейшем, заверили нас специалисты По краю до конца месяца Установится умеренно морозная Без резких колебаний погода Температура воздуха будет колебаться От минус 19 до минус 24 Местами в отдельные ночи Столбики термометра будут понижаться До минус 29 Дневная температура в основном Будет находиться в пределах Минус 10-17 градусов Еще подробнее о погоде Вы узнаете прямо сейчас Спонсор прогноза Компания Валар А у меня на этом все До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok